Добрый вечер. Все-таки легкая у меня рука. В феврале снимала сюжет про рентгенохирурга 11 медсанчасти Кирилла Прохорова. И вот узнаю, что он теперь назначен исполняющим обязанности главного врача. Что ж, Кирилл Владимирович, поздравляю. Вечер хоть и жаркий, но по-прежнему добрый. Проведите его с нами в студии Полина Рифа. И вот о чем расскажем сегодня и прямо сейчас. Надо помнить, в Прикамье отдали дань памяти павшим в Великой Отечественной войне. Не зря съездили. Прикамская делегация с пользой провела время на Международном экономическом форуме. Земляк-земляка. В Москве наградили лауреатов Строголовской премии. День памяти и скорби отмечается сегодня по всей стране. 22 июня – дата, которую ежегодно вспоминают в России, Белоруссии и на Украине. 74 года назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей. В Перми памятные мероприятия состоялись у монумента «Скорбящее». Белый голубь в детских руках – как символ мира. Мира, который был нарушен ровно 74 года назад. И сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем о тех, кто не вернулся с войны. Более двух тысяч бойцов и командиров Красной Армии покоятся на воинском кладбище в Перми. Мемориал «Скорбящее» – символ всех матерей, чьи дети навсегда остались на поле брани. Память павших почтил губернатор региона Виктор Басаргин и десятки ветеранов, знающих о войне не понаслышке. Харитон Афанасьевичу, 1903 года рождения. Но ему уже 40 лет пошел на войну и в лезусе пропал. Мы так и не знаем, где у нас в данный момент могилка. Почти 27 миллионов советских людей погибло в годы войны. Точные цифры до сих пор неизвестны. И сегодня крайне важно не забывать об этой дате. Ведь без памяти о прошлом у нас вряд ли есть будущее. Делегация Пермского края во главе с губернатором Виктором Басаргиным приняла активное участие в работе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Итог участия пермяков в российском Давосе – это важные деловые встречи и подписанные соглашения. Инновационный потенциал Прикамья высоко оценили на Международном экономическом форуме, который прошел в Санкт-Петербурге. Пермский край занял 10 место среди регионов по развитию науки и новых технологий. А в рейтинге Ассоциации инновационных регионов расположился на 11-й строчке. За три года в Прикамье появилось два инновационных кластера – Новый Звездный и Фотоника. А край вошел в группу сильных инноваторов. Я только что из Пермского края приехал, и поэтому, ну, что понравилось. Я уже просто как представитель исполнительной дирекции. Первое, вот то, что вы провели в форуме сначала по инженеру. Это вообще очень принципиально важное направление для развития инновационной деятельности, ну, такой вот масштабной инновационной деятельности. Второе, даже вот хакатон, который вы там провели. Третье, вот что мне понравилось, это класс орфотоника, который формируется, по которому вот и руководство области принимает очень серьезные решения. На площадке форума Виктор Басаргин провел ряд важных деловых встреч. С руководителем Роскосмоса Игорем Комаровым губернатор обсудил детали соглашения по дальнейшему развитию системы ракетного двигателестроения на территории края. Была озвучена примерная цифра, которую Роскосмос будет осваивать на территории Пермского края. До 2020 года это порядка 15 миллиардов рублей в развитии этого кластера. Безусловно, на нас вложатся тоже обязательства, связанные с созданием инфраструктуры. Это дорога, это социальная инфраструктура в лядах. То есть мы за это отвечаем. Я считаю, что в Пермском крае создаются хорошие условия для производственного развития. Мы видим, что есть и кадры, которые могут решать серьезные задачи и развивать высокотехнологичное производство. И речь идет не только о гигантах пермской промышленности, протоне ПМ, Пермском моторном заводе, авиадвигателе и других крупнейших предприятиях. Своими разработками радуют и небольшие инновационные предприятия. Например, ООО «ИВС» разработала программно-аппаратный комплекс диагностики и прогнозирования физиологического состояния сердечно-сосудистой системы человека ЕСКУЛАП. Аналогов в России нет. Устройство мобильное. Рассчитано в том числе на применение в отдаленных уголках региона. Нам удалось обучить искусственную нейронную сеть, ставить достаточно точно диагнозы по всем сердечно-сосудистым заболеваниям. Их порядка 9, процент точности выше 90. Вся полученная информация заносится в специальную базу данных. На разработку устройства пермские ученые потратили более 6 лет. Финансово помогло краевое правительство. Разработчики получили грант в размере 10 миллионов рублей. Вернемся к форуму, который посетило 10 тысяч гостей, на котором было подписано более 200 контрактов почти на 300 миллиардов рублей. Глава региона Виктор Басаргин встретился на полях форума с иностранными инвесторами. Так, руководство французской компании «Декатлон» подтвердило намерение строительства первого в крае спортивного магазина сети. Инвестиции на первоначальном этапе составят 200 миллионов рублей. Будет создано 40 рабочих мест. Кроме того, Виктор Басаргин встретился с губернатором республики Коми Вячеславом Гайзером. Стороны обсудили план совместных действий по продвижению масштабного инфраструктурного проекта «Белкамур». Также глава региона встретился с Артуром Челенгаровым, вице-президентом Российского географического общества. Стороны обсудили проведение одного из заседаний организации в Пермском крае и продвижение туристического проекта «Пермь-Великая». Диаспальчиков Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». И вновь возвращаемся к недавно завершившемуся в Санкт-Петербурге экономическому форуму. Прикамские бизнесмены заключили в северной столице ряд выгодных сделок. Так, компания «Эртелеком», работающая под брендом «Дом.ру», подписала ряд меморандумов о сотрудничестве с новыми партнерами. Планируется, что трехлетний оборот совместного производства составит 4 миллиарда рублей. Новые телевизионные приставки в базовой и расширенной комплектации, а также уплотнители оптического сигнала с этого года запускают в массовое производство. В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соответствующее соглашение. В рамках программы импортозамещения, в том числе благодаря поддержке министра Николая Анатольевича Никифорова, нам удалось договориться с ведущими производителями телекоммуникационного оборудования о начале большой программы по локализации производства этого оборудования. Базовым предприятием пока будет завод «Марион Пермь». Прикамские айтишники к такой новости оказались готовы. Здесь и раньше собирали аналогичное оборудование. Теперь же производство выходит на новый, массовый уровень. Этот проект важный как для нашего региона, так и для страны и телекомотрасли в целом. Он работает на развитии экономики и внедрении передовых технологий российской телекоммуникационной отрасли. Важной является и социальная составляющая. 150 новых рабочих мест появятся на «Марионе». На этом самом оборудовании уже до конца года выпустят 100 тысяч приставок. К концу следующего еще свыше миллиона. Двух разных моделей. И, как заверяет производитель, новые Прикамские спектральные уплотители оптического сигнала ничуть не будут уступать мировым аналогам. Ритис Барауско с Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Состояние рынка труда в Перми в свете не самой благоприятной экономической ситуации в стране постепенно выходит на первый план. На днях в столице Прикаме состоялось заседание специальной комиссии по социально-трудовым отношениям на повестке «Вопросы переобучения и восстановления квалификации специалистов». Алена Охотина в молодости хотела быть врачом. Даже получила диплом специалиста, но в жизни выбрала другую профессию. С кризисом компания разорилась и женщина осталась без работы. В Пермском городском центре занятости ей предложили сменить трудовую деятельность. Так как у меня есть диплом медсестры, мне предложили вот такую вот интересную вакансию. И поэтому я решила, что компьютер знаю, знания есть, восстановить можно. Поэтому решила, что возможно я еще здесь пригожусь и пришла учиться, чтобы быть полезной людям. Все как в годы учебы в мединституте. Длинные занятия каждый день и практические работы. Отличие, пожалуй, в том, что преподаватель на все дисциплины один, да и курс намного короче. Здесь главная цель восстановить знания и выпустить уже готового специалиста. Такие интенсивные занятия будут проходить около полутора месяцев. Далее экзаменационные испытания, по результатам которых учащимся вручат диплом о профессиональной переподготовке. И сертификат специалиста. Уже с этими документами будущие медицинские работники смогут заняться любимым делом. Вопросы трудоустройства решают в Перми на самом высоком уровне. Буквально на днях состоялось заседание трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Где власти, профсоюзы и работодатели обсудили ряд насущих вопросов. Один из них это программа переподготовки и дополнительного образования. Эти программы, они действительно носят очень важную такую вот нагрузку. Почему? Женщина, находясь в отпуске за три года, все равно так или иначе теряет свою компетенцию. Или, может быть, приходит мысль вообще поменять сферу деятельности. Это возможность, которая предоставляется безработным гражданам, которые желают получить профессиональное обучение, профессиональное образование, может быть, дополнительно, женщинам и пенсионерам. Только за прошлый 2014 год профессиональное обучение и дополнительное образование получили 1415 безработных граждан. 225 женщин в декретном отпуске и 39 пенсионеров. Еще один не менее интересный вопрос, который обсуждали на комиссии исполнения указов, стал указ президента Российской Федерации по поэтапному увеличению оплаты труда. В Перми по итогам 2014 года эта задача выполнена полностью в зарплату учителей, воспитателей детских садов, учреждений культуры и дополнительного образования. За год увеличились. Те параметры, которые я сегодня, я знаю, материал уже просмотрел, нас могут только порадовать, потому что сегодня даже опережающими темпами идет рост заработной платы. Ну и нам бы, конечно, хотелось, чтобы не только росла зарплата, но и повышалось качество тех услуг, которые получают жители нашего города. По итогам совещания комиссия приняла решение продолжить работу по увеличению зарплат в 2015 году. Так профсоюзы возьмут на себя мониторинг этой ситуации в Перми, а работодатели и Центр занятости обеспечат трудовую занятость жителей города. Татьяна Александровна, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В минувшие выходные представители пермского землячества в Москве в очередной раз наградили выдающихся пермяков Строгановской премией. Церемония состоялась в театре эстрады. За происходящим внимательно наблюдала съемочная группа нашего телеканала и ваша покорная слуга. Далее отчитываюсь. С чего начинается родина? Именно так в этом году звучит тема Строгановской премии. Вот эти лодки символизируют судьбы лауреатов премии. Ведь город наш стоит на великой реке Каме. И на всю жизнь остается для героев Строгановской началом начал, родным причалом. У самой престижной Прикамской премии в этом году юбилей. Ей уже 10 лет. Количество номинаций все это время неизменно. Их 6. А вот интрига всегда остается. Среди равных побеждают все-таки лучшие. Те, чья деятельность отражает социальные тренды. Так в этом году лидер в номинации «Спорт» – пермский путешественник Андрей Королев. На его счету сотни экспедиций и открытий по всему миру. Это тоже очень значимо, потому что еще не было по спортивному туризму лауреатов. И вообще про него забыли. А то, что сейчас именно решили наградить меня – это как бы что ли заново открытие и подтверждение, что это очень важно для населения нашей страны именно спортивный туризм. Премию Андрею вручает сам Федор Конюхов. Знаменитый путешественник признается, для него было бы честью отправиться с Андреем покорять неизведанную планету. Параллельно делится. Тоже считает себя немного пермяком. Давно я с Пермей связан, потому что мои прародители все с Перми. Там и мои корни. Так что я этот пермский ваш. Среди шести лауреатов – врач Нина Зайцева, мотор пермского двигателя строения Александр Иноземцев, режиссер театра «У моста» Сергей Федотов, руководитель строитрядовского и волонтерского движения Евгений Шляхов, ветеран Великой Отечественной Василий Астафьев. Все они – честь и слава пермского края. Значит, и всей России, говорит Андрей Кузяев. Большинство пермяков живут и работают под девизом «один за всех и все за одного». Мы всегда поможем друг другу, подскажем, подставим плечо, ну и в трудную минуту, очевидно, сплотимся. Для России важно, чтобы Пермь была сильным, процветающим регионом с большим будущим. А это могут сделать только сильные личности, которых мы здесь и награждаем. Пермское землячество в очередной раз продемонстрировало свои лучшие качества. Внимание и любовь к малой родине. Ведь где бы ты ни жил, родная земляна всегда остается самым надежным причалом. Там, где друзья и родные. И там, где тебя всегда ждут. Полина Рифа, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». На каму под парусом в Пермском крае состоялась традиционная регата. На воду вышли три десятка как профессиональных, так и любительских экипажей. На одном из этапов гонки журналисты «Ветты» вновь померили силами с коллегами. Об этом в нашем следующем материале. «Парусный спорт как вторая жизнь, которую и второй-то язык назвать не поворачивается», говорит Михаил Белобородов. Уже более 40 лет он ходит под парусом, и сейчас для него это и есть самая настоящая жизнь. В Перми сезон начинается в конце мая и заканчивается в октябре. Пять лет назад был спад парусного спорта в регионе. Сегодня он вновь выходит на гребень волны и становится доступнее. Нам, любителям, перед стартом регаты объяснили простые правила. С прошлого года, как выяснилось, они не изменились. «Самое главное – слушать капитана, смотреть на капитана. Если капитан не волнуется, значит, все в порядке, бояться ничего не надо. Бойтесь. Вот этой трубы, она называется гик. То есть он перелетает со стороны на сторону. Если поступит команда головы, значит, надо наклоняться и смотреть, чтобы гиком не прилетело по голове. А иначе? Ну, иначе прилетит по голове, я не знаю. Кому-то понравится, кому-то нет». Короткий инструктаж по технике безопасности и вперед. Ветер наполняет паруса восьми яхт. Это с берега кажется, что ходить под парусом легко и просто. А жизнь там протекает размеренно и вальяжно. Нет, здесь все иначе. Быстро, динамично, с эмоциями и адреналином. Сорок минут гонки проходят. Нет, пролетают буквально как пять минут. Но за это время ты обретаешь целый багаж новых знаний. «Я думаю, я не исключение. Каждый, кто впервые оказывается на яхте, первым делом узнает о существовании так называемого гика и узнает по головной боли, по легкой. Но, с другой стороны, это заставляет собраться, мобилизует. Все-таки хочется надеяться, что в следующем году у нас лучше результат будет, чем в этом». Но если сравнивать с прошлым годом, то мы однозначно улучшили результат. Впрочем, он здесь не так важен. Прикамские журналисты приехали сюда в первую очередь за новыми впечатлениями. И даже те, кто здесь не впервые, получили что-то новое. «И сегодня нам дали порулить самостоятельно. Если в прошлый раз это было так, вы сидите вот здесь и ничего не трогаете, и только перебираетесь с одного бортика на другой, то сегодня нам разрешили самим переворачивать парус. Это делает таким большим количеством усилий. Нужно дергать и крутить веревки, знать, куда это наматывается. Поэтому для меня сегодня самые насыщенные, самые классные регата». Сразу после журналистов в профигонке участвуют яхтсмены. На воде около 30 парусов. Ветер гонит сюда вперед, к новым победам и свершениям. А мы, провожая их взглядом, строим предположения о том, какой будет 10-я юбилейная регата в следующем году. Ритис Бараускас, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Как отметили день рождения клуба «Урал Грейт», расскажет в дополнительном времени Роман Четин. Также впереди вас ждет очередной выпуск программы «Эх, дороги» от Артема Жаворонкова. Я же на этом с вами прощаюсь до завтра. В студии работала Полина Рифа. Ари Ведерчи! Во вторник, 23 июня, в Перми ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...